В эти минуты на площади Ленина проходит репетиция Парада Победы. Центр города перекрыт для автомобилей, зато открыт для бронетехники. Дмитрий Иванов наблюдает за прохождением колонн и он сейчас на прямой связи со студией. Дмитрий, добрый вечер, мы ждем от вас подробностей. Полчаса на площади Ленина в Новосибирске уже продолжается репетиция военного парада. Сейчас такой момент, когда прошли пешие расчеты, но военная техника еще не начинала движение с той части Красного проспекта. Мы знаем, что по традиции две репетиции военного парада проходят перед 9 мая. Одна утренняя, в зависимости от календаря. В данном случае она будет утром в воскресенье 7 мая. И вот сейчас вечерняя, которая началась в 20.00 по местному времени. Сегодня сотрудники ГИБДД перекрыли несколько улиц, называется цифра около 20 улиц в центре Новосибирска. И чтобы прошла репетиция, чтобы проехала военная техника к центру города. Но это уважительная причина, потому что генеральная репетиция военного парада. Но мы знаем, что в этом году не сообщалось подробно, каким будет парад заранее, кто будет дебютантом парада, сколько будет участвовать военнослужащих, какая будет военная техника. И поэтому вот сейчас мы, скажем так, в режиме онлайн, слушая диктора, можем сказать, что парад, который будет 9 мая в этом году, он практически ничем не отличается от парадов прошлых лет. Сообщалось, что сейчас с трибуны, что больше 2000 военнослужащих принимают участие в параде, 32 единицы военной техники. Ну и как обычно, рота барабанщиков начала этот парад. Затем прошла знаменная группа, затем по Красному проспекту пошли парад пешей расчеты военнослужащих, кадетов, женские пешие расчеты, пешие расчеты сотрудников силовых структур. Ну и дальше, чуть позже сейчас пойдет военная техника. Обычно еще бывает и авиационная часть парада, но в этом году ее не будет. Хотя в небе над Новосибирском, после того, как пройдет военная техника, пролетят два самолета. Это один из них, известный нам, истребитель Су-34. Ну и, как уже сообщалось, в целях безопасности запрещены будут 9 мая полеты беспилотных летательных аппаратов над городом, над Новосибирском. Будет полтора часа, на полтора часа перекрыта станция метро имени, площади имени Ленина. Но тот, кто хочет, может прийти и посмотреть парад вживую, либо сделать это по телевизору. Мы во всех подробностях с 20 камер, вместе с коллегами из ГТРК, в Новосибирск, покажем парад 9 мая. Для нас сегодня это тоже репетиция, и мы транслируем эту репетицию парада на нашем YouTube-канале ОТС Live. И вот на несколько минут сейчас выходим прямое включение в новости ОТС. Поэтому репетиция парада продолжается. Очень хорошая сегодня погода, плюс 24 градуса, практически летняя погода, но и обещают, что и 9 мая будет тепло до плюс 20. Продолжается репетиция парада в Новосибирске, на Красном проспекте. В YouTube-канале ОТС Live продолжается прямая трансляция. Светлана. Спасибо, Дмитрий. Мой коллега сейчас наблюдает за репетицией торжественного шествия. Продолжение следует...